Еще одно знаковое мероприемство «До дня яднания братских народов» пройшло в областном центре. В кинотеатре «Червоная зорка» школьников запросили на прогляд фильма «Брестская крепость», створного при поддержке союзной державы. Кроме того, учени смогли познайомиться с проектом «Живая память удячных поколений», инициированным Доброчинным фондом имя Алексея Талая. Головная мета проекта – собрать монеты, которые вошли или войдут в сплав помнений в Минске, Бресте и Москве. У дело мероприемства приняли каля паутары сотней вучнях розных школ областного центра. Хлопчики и девчинки активно отгукнулись на заклик принести монеты, які станут часткой проекта «Живая память удячных поколений». Як прахучала нас устреча для памятного знака, усталяванного в 2022 году в Минске, областями краины было передадено больше за 130 тысяч монет. На монумент, який все лето з'явится в Бресте, удалось собрать каля пау миллиона монет. Проект протягивается и сбор так само. Очень приятно, что участвуют и школьники, и студенты молодого поколения. Дети с удовольствием принимают участие, рассказывают о бабушках, о дедушках. Многие детишки даже пишут письма, хочу сказать, с монетками оставляют свои письма. Это, естественно, дорого стоит. Мы с учащимся 42-го школы очень рады поучаствовать в проекте «Живая память благодарных поколений». Каждый из учащихся приносил монеты, чтобы поучаствовать в этом проекте. В школе продолжается сбор, и все учащиеся очень откликнулись на эту идею и продолжают помогать нам собирать. Так, на сегодняшний день напомнику Москвея, ки будзе усталеваны на поклонной горы 9 мая 2025 года при уделе керавництва Девудия Ржау Беларуси и России, только от Гродзенской области собрано уже омаль 100 килограмм монет. Сбор протягивается областным центры до конца года. Специальные колбы с карбонки для монет смешаны у зале Великой Айчиной войны Нового замка и музеи кино у Червоной Зорцы.